Так может ли в Челябинской области произойти вспышка сибирской язвы и как обезопасить себя от заражения? Об этом мы поговорим с нашим экспертом. Сегодня это Лариса Васильева, начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны Роспотребнадзора области. Лариса Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Можно ли в принципе занести к нам сибирскую язву? Ну, что касается вопроса о заносе сибирской язвы на территорию Челябинской области, в принципе, это возможно, поскольку мы знаем, что на сопредельной с нами республике Казахстан тоже регистрируются случаи сибирской язвы среди животных. Поэтому возможность заноса сибирской язвы на территорию области, ну, вероятно. Скажите, а такие случаи уже были и когда? Случаи заражения людей сибирской язвой в Челябинской области отмечались достаточно давно, и на сегодняшний день такие случаи не регистрируются уже более 50 лет. Однако случаи заболевания животных сибирской язвы у нас на территории области регистрировались, и последний случай был зарегистрирован в 99-м году у коровы. А вот как всё-таки себя обезопасить, вообще отказаться от мяса? Людям нужно стараться покупать мясо только в проверенных местах и покупать мясо, которое имеет свидетельство, то есть проверенное мясо, безопасное мясо по поводу сибирской язвы. И не покупать на каких-то хаотичных точках, то есть местах несанкционированной торговли мясом. А вот если всё-таки вдруг будет заражение, вот наши службы, они готовы к тому, чтобы оказать помощь? Вообще сибирская язва является особо опасной инфекцией, и работа в нашей области ведётся постоянно. В частности, по готовности медицинской службы к поступлению, к приёму таких больных, лечению больных, диагностике. Служба готова препаратами, всем необходимым диагностическими препаратами, лечебными препаратами, служба обеспечена. Скажите, а кто из людей попадает в группу риска и ставятся ли какие-то прививки? Это зооведработники, которые проводят предубойный осмотр скота. Это специалисты, занятые убоем, разделкой туз животных. Люди, чья работа связана с содержанием сельскохозяйственных животных. Ежегодно в нашей области определяются контингенты, подлежащие профилактической иммунизации против сибирской язвы, и проводится вакцинация. Понятно. А может, стоит ли для профилактики провести вакцинацию всех остальных людей? Все-таки у нас со стороны наших служб и ведомств проводится контроль за реализацией мясных продуктов и недопущением ввоза на территорию Челябинской области мяса животного происхождения и других продуктов, которые могут явиться источником сибирской язвы. Поэтому такая вакцинация всем людям поголовно, она не обязательно. Спасибо, Лариса. Напомню, на наши вопросы отвечала специалист Роспотребнадзора Лариса Васильева, и мы говорили о вероятности возникновения случаев сибирской язвы в Челябинской области.